Провести выходные с ребенком и хоть немного отдохнуть реально. Главное знать, чем занять свое чадо. Начните с игр, говорят эксперты. Кукольный театр, буквы на спине или тренировка ниндзя. Можно провести полноценный фестиваль диванных игр. Дети будут рады вовлеченности, а родители получат лишний час в горизонтальном положении. Устраивайте пикники, стройте шалаши. Причем делать это можно, не выходя из дома. Больше для подростков подходит или после начальной школы, становится психологом, а ты становишься клиентом. И ты подходишь и говоришь, вот у меня настроения нет, постоянно не хочу готовить, с детьми не хочу уроки делать. Что вы мне подскажете как психолог? И ребенок начинает какие-то свои варианты подсказывать. И здесь здорово как раз, если есть какие-то сложности, разногласия, их озвучить. А вот старшеклассников на это время лучше занять подготовкой к экзаменам. Чтобы успешно сдать ОГЭ или ЕГЭ, на подготовку только по одному предмету уходит по полтора-два часа в день. Потому что любые долгие промежутки в образовании детей, соответственно, влияют на их общее восприятие предмета. Они часто забывают то, что они буквально изучали две недели назад. Что касается старших школьников, так как до экзаменов осталось всего лишь 30 недель, то эти нерабочие дни, этот перерыв, соответственно, поможет им ускориться в подготовке к экзаменам. То, что необходимо и старшим, и младшим в период каникул и нерабочих дней – грамотно организованный распорядок дня. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, ученики начальной школы должны спать не меньше 10-10,5 часов. А первоклассникам рекомендовано еще два часа дневного отдыха. Такие же нормы сохраняются и для учащихся пятых-седьмых классов. В восьмом-девятом классе норма сна – 9-9,5 часов. Старшеклассники, выпускники и взрослые могут спать по 8-9 часов. Ну, говорят, что на гаджеты надо отвозить где-то 30-40 минут в день. Ну, может быть, чуть побольше им дать, чтобы они не нервничали. Режим. Все-таки надо придерживаться этого режима. И даже если ребенок на каникулах, ну, может быть, дать ему поспать на час-полтора побольше. Неплохо сейчас, вот в осенний период, детям предлагать витамины. Витамин Д детям. Детям постарше можно порекомендовать употребление цинка и селена как иммунопрофилактику. И самое главное – смотрите на все с оптимизмом. Период каникул и нерабочих дней – отличная возможность перезагрузиться и провести время вместе. Ольга Хомракулова, Сергей Баскин, Константин Головин. События.